добрый день недавно обнаружил у родителей на полке альбом с марками захотелось вспомнить и рассказать о том что мы в детстве копили очень часто так и говорили копили они собирали тем более не коллекционировали собирали все подряд лишь бы не выгнали из дома вместе с коллекцией поэтому придумывались всякие хранилища ценностей этим служили различные картонные коробочки обклеенные открытками жестяные баночки из подзубного порошка и прочие емкости кстати они всегда делались с любовью и гордились ими не меньше чем содержимым начну свой рассказ по порядку с чего сам начинал первым моим увлечением стали значки их было очень много в продаже еще их можно было найти на улице как правило застежка была хлипенькая а дети народ подвижный в общем все мы теряли одни значки и находили другие еще всем родственникам давали различные значки на работе это и ударник коммунистического труда и передовик производства и член какого-то общества и делегат какой-то там конференции прочее 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 а еще и взрослые дарили детям просто так покупали в киосках союз печати и дарили ну не скажу что я был помешан на значках но регулярно прикреплял очередной значок к ковру наверно класса до десятого включительно вторым моим увлечением стало сразу несколько собирательств это были пробки от бутылок спичечные этикетки и пробочки от парфюмерии одеколонов духов пробки от лимонада не отличались разнообразием а вот на пробках минеральной воды нарзан был выдавлен пятигорский орел ну это пик был нашего вожделения гораздо позже появились пробки от пепси колы а за ними и других заграничных напитков но это уже прошло мимо меня хотя кто-то помоложе наверное вспомнит спичечные этикетки открывали от коробок по особой технологии отщепляя по небольшому кусочку шпона тогда этикетка не рвалась да да раньше спичечные коробки были не из картона из натурального шпона потом появились наборы спичечных этикеток в киосках союз печати и в книжных магазинах в общем это убило на корню весь вкус собирательства сразу можно было купить сотню этикеток за каких-то там несколько копеек пробки от парфюмерии советском союзе большого разнообразия парфюма не было поэтому и разновидностей пробок было немного многие из них даже имели свои названия у нас вот как шахматные фигуры были офицер слон тура ну и сами придумали название пробок которые редко встречались вот я помню такие названия как телевизор и шлем не знаю почему мне запомнились их использовали как монетки для игры типа котел и подобных пробки от бутылок и от парфюмерии мы взрослели в россии взрослели и наши увлечения четвертом классе только ленивый из нас не собирал марки их отклеивали от конвертов и покупали в магазинах их выменяли выигрывали проигрывали и даже воровали у некоторых моих знакомых это переросло в серьезные увлечения и марки уже насчитывались тысячами марки собирали по годам выпуска по тематике по странам производителям в общем кто как мог и хотел так и собирал мы даже каталоги читали правда в основном чтобы поглазеть на другие марки помечтать бесплатно найти ужасно дорогую марку ну конечно потом ее продать попутно многие собирали монеты но этому способствовала реформа 1961 года которая видоизменила все монеты и оставила в ходу только монеты достоинством до трех копеек а все остальные в достаточном количестве находили и в пуговицах у бабушек и в инструментах дедушек ну и в других малопосещаемых загашничках у меня даже было несколько серебряных царских монет уж не помню где их нашел у кого выменял но они впоследствии перекочевали в аквариум так что сейчас уже их и не найду еще собирали модельные копии советского автопрома машинки делались качественно соблюдением масштабных размеров но стоили очень дорого поэтому эта страсть меня как-то обошла стороной но у некоторых моих друзей были очень внушительные коллекции эти коллекции у остальных но просто дикую зависть вызывали у одного моего знакомого такая коллекция состояла более чем из 40 экземпляров а еще большую зависть вызывала что двойничками дубликатами своих машинок он давал играться младшему братишки в чем-то я должен был его опередить поэтому у меня была просто огромная куча пачек из-под сигарет перед московской олимпиадой 80-го года ну конечно 1980 появились в продаже сигареты известных марок такие как мальборо винстон пэлмал камел и других сейчас уже все не вспомнишь и у меня все эти пачки были сначала они стояли на секретаре а потом их стало настолько много что просто стоять они не могли все время падали тогда их склеил в такое панно большое и приклеил к стенке вспоминайте только не говорит что вы так не делали девочки тоже собирали все что мальчишки плюс что-то такое чисто девчачьи этим чисто девчачьим были открытки фантики от конфет разные блестяшки начиная от бусинок люрекса и заканчивая одежды для кукол которую сами девчата с успехом шили одевали своих любимец еще одной всеобщей увлеченностью были переводнушки такие переводные картинки которые размачивали убирали подложку и намертво наносили на любые твердые предметы вспоминаете первые переводнухи привозили из гдр в основном отслужившие солдаты и туристы это были портреты красивых таких тетенек и дяденек которые мы тогда и не знали и только позже сдавали в них знаменитых на тот момент актеров кино певцов и певиц европы потом такие картинки стали делать и в советском союзе но человеческие лица сменились мультяшными героями изображениями цветов и каких-то пейзажей но я так подозреваю что портфели с переводнушками конечно ни у кого не осталось а вот такие картинки наверняка у кого-то сохранились на кафельной плитке зеркалах или каких-то других предметах мебели календарики еще одна такая вещица что собирали их все календариков было много и разных тематика на них была самая разнообразная от советской рекламы типа летайте с самолетами аэрофлота до памятных дат и таких серьезных коммунистических лозунгов например ленин жил ленин жив ленин будет жить таких календариках отмечали дни рождения друзей и знакомых так на память чтобы не забыть самыми крутыми были объемные календарики в которых изображение переливалась под разными углами зрения их так и называли переливные потом еще вот что же а я начинал собирать а подросшие дети продолжили копить жестяные баночки из-под напитков и если даже моя молодость это все было такой диковинкой то дети собирали огромное множество этого добра и уже точно не я мои дети собирали еще обертки от только появившихся тогда шоколадных батончиков марсникер еще великого множества подобной кондитерской продукции но как говорится это уже совсем другая история кто этим тоже болел вспомните и расскажите своим внукам с ходом времени ценности меняются а главная ценность это добро любовь друзьям и близким человечность актуальны более чем в наше время тоже учите своих детей и внуков творить добро очень хочется верить что это не уходящая ценность до свидания мир вашему дому до встречи